В северо-восточной части Крыма есть удивительное место. Это Арабатская стрелка. Не побывав здесь, просто невозможно составить полного представления обо всем многообразии ландшафтов Крымского полуострова. Больше чем на сотню километров протянулась узкая полоска суши, омываемая с востока водами Азовского моря, а с запада залива Сиваш. Ее ширина колеблется от 8 километров в самом широком месте до каких-нибудь трех сотен метров в самом узком. Этот уникальный природный объект сформировался несколько тысячелетий назад. Частицы ракушечника, принесенные прибоем, оседали на дне, пока не образовалась коса, с роскошным и очень длинным пляжем из песка, в который превратился ракушечник, перетертый волнами и течениями. Прибрежная часть Азовского моря в этом месте неглубокая, и вода быстро прогревается солнцем. Поэтому в летний период Арабатская стрелка весьма популярна среди любителей дикого туризма, ценящих чувство свободы, удаленности от суеты городов и тишины, нарушаемой только шумом ветра и криками чаек. А вот расположенный по другую сторону Арабатской стрелки Сиваш выглядит несколько иначе и совершенно не располагает к тому, чтобы здесь купаться. Топкие и листые берега, покрытые налетом соли, скудная растительность и аромат сероводорода. Не зря Сиваш еще называют «гнилым морем». Хотя вряд ли что-то может гнить в таком концентрированном рассоле. Соленость Сиваша в южной его части достигает чуть ли не 90%, а характерный запах – это от водорослей диатомии. Только они могут каким-то чудом выживать в таких условиях. Мы находимся неподалеку от поселка Соленоя. Еще пару десятилетий назад здесь добывали соль. Сейчас же осталось лишь несколько домиков и остатки заброшенных соляных промыслов. Крымская соль с древних времен пользовалась высоким спросом. Известно, что ее добычей в этих местах занимались не меньше двух с половиной тысяч лет. Интересно, что технологический процесс за это время почти не изменился. Принцип работы довольно прост. На мелководных участках Сиваша устраивались бассейны, перегороженные небольшими насыпями высотой около метра. Подготовленные бассейны заполнялись водой, которая под воздействием жаркого крымского солнца и сильных ветров выпаривалась. И оставалось только собрать выпавшую в осадок соль, слой которой мог достигать нескольких сантиметров. От довольно крупного некогда предприятия теперь мало что сохранилось. Но масштабы все равно впечатляют. Общая длина перегородок тянется на десятки километров. Между отдельными бассейнами была устроена система перекачки соляного раствора, который называют рапой. Дело в том, что в морской воде содержится целая смесь самых разных солей. И первыми начинают выпадать в осадок наиболее трудно растворимые – карбонаты кальция и магния, а также сульфат кальция, проще говоря, гипс. Таким образом, перегоняя рапу из одного бассейна в другой, можно было контролировать ее состав, чтобы в конце концов получить чистый, без посторонних примесей хлорид натрия – всем известную поваренную соль. Несмотря на свою огромную площадь, около 2500 квадратных километров, Севаж очень мелководный. Его средняя глубина около метра. Довольно часто встречаются так называемые засухи – плоские острова иловых отложений. Их поверхность, на первый взгляд плотная и твердая, оказалась весьма коварной. Мы попытались немного сократить наш путь и проскочить по одному из таких островов. Но тонкая корочка подсохшей грязи, едва ли способная выдержать пешехода, проломилась под тяжестью квадроциклов, и мы в прямом смысле этого слова влипли. На колеса намотались десятки килограммов грязи, по консистенции похожей на глину, из которой лепят горшки. По крайней мере, наши колеса очень напоминали вращающиеся гончарные круги с заготовками горшков. Считается, что эта грязь очень полезна для здоровья и способна лечить многие болезни, в частности, опорно-двигательного аппарата. Но вот для квадроцикла этот грязи-солевой замес, ну никак не может пойти на пользу, и после таких упражнений ему обязательно требуется хорошая мойка. Нам стоило немалых усилий выбраться из этой ловушки, особенно с учетом того, что на огромной площади было абсолютно не за что зацепиться, и нам удалось справиться только по очереди цепляя лебедки друг за друга. От Арабатской стрелки мы продолжаем наше путешествие вдоль берега Азовского моря, на восток, в направлении Керченского пролива. Можно заметить, как изменился прибрежный ландшафт. Вместо песчаных пляжей теперь у нас под колесами известковый уступ, довольно круто обрывающийся к морю. Иногда дорога пересекает небольшие овраги, спускаясь и поднимаясь на вершины холмов, с которых открывается великолепный вид на просторы Азовского моря. Пожалуй, самое яркое впечатление от этих мест – удивительно чистый воздух. Промышленных городов и загруженных автомагистралей в ближайшей округе нет. Ну а кроме того, совсем недалеко отсюда, всего около 20 километров к югу, находится Черноморское побережье. Поэтому, с какой бы стороны ни подул ветер, это всегда будет ветер с моря. Старинное название этой местности – Акманай. В переводе с тюркского – белый лоб. Это только кажется, что все вокруг зеленое. Просто изумрудная весенняя травка скрывает истинный цвет породы, из которой состоят окружающие нас степные холмы. С давних пор традиционным занятием для местного населения, помимо рыбной ловли, была добыча строительного камня. Причем добывали его в основном подземным способом, оставив под землей лабиринты рукотворных тоннелей, тут и там выходящие на поверхность вентиляционными шахтами, а то и просто провалами грунта. Поэтому, как бы нам не хотелось иногда сократить путь и прохватить на прямки покажущиеся абсолютно ровной степной поверхности, в этих местах лучше не съезжать с накатанных дорог и колей. Можно внезапно провалиться, и при том довольно глубоко. Акманайские подземелья не так известны, как, например, находящиеся в районе Керчи каменоломни Аджимушкая, но, безусловно, и те, и другие стоят того, чтобы в них побывать. Известняк использовался в строительстве с античных времен. Из него построено немало домов в Феодосии и Керчи. Но о том, кто и когда начал добычу камня именно в этом месте, точно неизвестно. Есть мнение, что первые шахты появились в конце 18 века, при Екатерине II. По приказу императрицы сюда ссылали проштрафившихся солдат и матросов. Ручные пилы, кирки да лопаты – вот и весь нехитрый инструмент, с помощью которого были сделаны эти впечатляющих размеров катакомбы, сеть которых тянется на десятки километров, порой в несколько этажей. Огромные залы поражают своими размерами. Если бы входы были немного пошире, сюда наверняка мог бы заехать и грузовик-самосвал. С трудом укладывается в голове, что такой гигантский объем работ мог быть проделан вручную. По мере путешествия вглубь Каменоломен, ходы постепенно сужаются и становятся более разветвленными. Ходят слухи, что по этим лабиринтам можно, не выходя на поверхность, дойти до Керчи и даже до мыса Апук. Но к этому вряд ли стоит относиться серьезно, поскольку при разработке Каменоломен такой транспортной задачи, скорее всего, не стояло. И вряд ли кто-то стал бы пробивать тоннель длиной больше ста километров просто ради самого факта его существования. Считать количество пройденных поворотов и развилок для запоминания обратной дороги не имеет смысла. Настолько их много. И тому, кто попал сюда впервые, может показаться, что в акманайских каменоломнях очень легко заблудиться. Но, как и большинство рукотворных подземелий, они имеют довольно четко прослеживающуюся структуру. С основными магистральными ходами, которые проложены вдоль береговой линии, и более узкими поперечными ответвлениями, как правило, заканчивающимися тупиками. Так что, если не паниковать и вдумчиво относиться к процессу ориентирования, вы легко найдете выход. Кроме того, здесь полным-полно отверстий, сообщающихся с поверхностью, как технологических, так и образовавшихся в результате обвалов. К слову, обрушения в катакомбах периодически случаются. Поэтому, если уж вы решите отправиться сюда на поиски приключений, делайте это обязательно в команде опытных исследователей подземелий. Местами встречаются рукотворные стенки, аккуратно сложенные из обломков породы. То, что считалось отходами и не вывозилось на поверхность, каменотесы использовали для обустройства жилищ, бытовых помещений и даже могил. Ведь многие из тех, кто оказался здесь не по своей воле, проводили годы в этих каменных лабиринтах, не выходя на поверхность и не замечая ни перемены погоды, ни даже времени суток. И только в тех ходах, что заканчиваются тупиками ближе к морю, в шторм можно услышать, как волны обрушиваются на скалистый берег. В глубинах катакомб есть несколько источников пресной воды. Правда, вид самих источников – закопченные стены, скользкие ступени и плавающие в воде насекомые – не очень вдохновляют на то, чтобы пробовать на вкус их воду. Хотя для трудившихся здесь каменотесов, наверное, и такая вода была за счастье. В акманайских каменоломнях живет довольно крупная колония летучих мышей. Они проявляют активность только в ночное время, когда вылетают на поверхность в поисках пропитания. А днем животные собираются в плотные группы и спят под потолком, зацепившись за шероховатости камня коготками задних конечностей и укутавшись в собственные крылья, от чего становятся похожими на скопище кожаных мешочков. Поднявшись на поверхность, мы продолжаем наше путешествие по пути, пересекая карьер, в котором в более поздние времена разработка известняка велась открытым способом. Напоминают об этом огромных размеров выемки прямоугольной формы, следы пропилов на стенах и дорожки для вывоза добытого материала. Наши квадроциклы кажутся мелкими букашками в сравнении с габаритами этих карьеров. Кстати, по их виду можно оценить и масштабы подземных выработок, которые занимают ничуть не меньшую площадь, только скрытой под поверхностью. Сквозь пролом в стене карьера виднеется кусочек Азовского моря. Мы не можем отказать себе в удовольствии выбраться на прибрежные скалы, полюбоваться окружающими просторами и подышать морским воздухом, который приобретает какой-то особый вкус и аромат, когда ты только что выбрался на свет из холодных и мрачных подземелий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова